Пойдем. Пойдем, товар варок. Виталий Смоленец заходит в клетку без костылей или трости. За 4 года научился уверенно держаться. Говорит, первое время на репетициях падал, но сейчас даже специально не получится. А если и споткнется, то быстро поднимется. В 2015 году Виталий Смоленец лишился обеих ног. Остановился на трассе, чтобы помочь людям, угодившим в ДТП. Молодого парня, лежавшего на дороге без сознания, он спас буквально из-под колес несущейся фуры. Человек он перекинул за отбойника, сам перелезть не успел. Потом длительные процедуры в больнице восстановления. 1 августа он встал на протезы, а после 10 сентября приступил к репетициям. Все врачи заявили, что такое быстрое восстановление они видят впервые. Когда я лежал в больнице, мне никто не давал думать о том, что у меня что-то не получится, что у меня что-то будет не так. Все говорили об одном. Ты вернешься, это однозначно, тебя все ждут, и ты встанешь, ты сильный и будешь работать. Первое выступление пришлось на декабрь того же года. Виталий говорит, что сильно волновался, притом не за себя, а не за хищников, за зрителей. Он признался, что тогда было два варианта, либо зритель его принимает, либо нет. И тогда карьере дрессировщика можно забыть. Дело в том, что я настолько был зациклен на этом, что, в общем, я реально был отвлечен от всего. К примеру, я не слышал и не смотрел, и мне был неинтересен зал. Я был настолько сильно сосредоточен на этих львах, тиграх. Уже все, я заключительный трюк делаю. У меня пот, усталость. Я уже в мыслях. Все, провал. Больше мне здесь делать нечего. Но когда львы ушли, я встал, повернулся к залу, и только потом я уже увидел, что он стоит, кричит, плачет, хлопает. И я тогда только улыбнулся. Сейчас пропала медлительность. Костыли остались в прошлом. Виталий передвигается с тростью, а порой вообще без нее. С хищниками у него такие же теплые отношения. Они ко мне отношения никогда не меняли. То есть, даже когда я заехал на коляске, они как любили меня, так и любят. И они меня прощали, это нападение на манеже в репетициях и всякие нюансы. То есть, у них есть привязанность, любовь, это, наверное, отдача. Для них я есть, и все. А какой я? Они просто меня любят. На манеже две новые звездочки. Тигренок Тема и Львенок Варя. Их пока обучают Азам занимать свое место и вставать на задние лапы. Виталий Смоленец признался, что развеять устоявшийся стереотип адресировки у него вряд ли получится. Мол, животных бьют, ломают им характер, все это не так. Он говорит, что львицы и тигры делают только те дрюки, которым им интересны. И которые они могут. На каждом выступлении Виталию аплодируют стоя. В 2016 году он получил главную награду Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». Человек, который не бросил любимое дело и любимую работу, несмотря ни на что. Пережив все сложности, он дал только один совет. Никогда не нужно себя жалеть и никогда не нужно позволять кому-то. Я вот, допустим, жена приходила, друзья приходили там. Я даже запрещал, не надо вот это бедненький, как мне тебя жалко. Я говорю, чтоб я этого не слышал вообще, вообще никогда. Не себя, не надо ни меня жалеть, я сам себя никогда не жалею. Вот совет. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.